Девчонки, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами речь пойдет о покупках. Я знаю, что такое видео очень многие из вас давно ждут. Так что давайте приступим. Начать я хотела бы с марки Натура Сибирика. Недавно я несколько средств от этой марки себе, прошу прощения, приобрела. Первое это золотой пилинг для лица. Я впервые вижу подобное средство у Натура Сибирика. Мне захотелось попробовать, тем более, что сейчас осень и можно пилинги себе уже позволять. Упаковка выглядит вот таким образом. Это стекло. Вот так вот написано здесь 24 карата золота. Золотой пилинг для лица с экстрактом икры. Меня очень это привлекло. Здесь вот инструкция. Я его уже попробовала. Выглядит он вот таким вот образом. Это такое вот желе. Достаточно жидкое. С золотыми частичками. Очень приятно пахнет. Но, к сожалению, эффект мне абсолютно не понравился. То есть, пилинг, что он собой подразумевает? Какое-то небольшое пощипывание, покалывание, какое-то обновление кожи. В общем-то, несколько раз попробовала. Абсолютно никакого эффекта я от него не увидела. Здесь биозолото, масло белой камелии, северная черная икра и янтарная кислота. Сам пилинг работает за счет янтарной кислоты. И, видимо, она, ну, по крайней мере, для меня немножечко слабовата. Поэтому абсолютно ни о чем вещь. По крайней мере, для меня. Еще раз повторюсь. Может быть, молоденьким девочкам это будет и хорошо. Но мне не особо оно понравилось. Поэтому немного вам посоветовать. Хочу, чтобы сфокусировалась камера. Вот так вот выглядит. Даже здесь написано, что после использования этого средства нужно наносить на следующий день средство с SPF. Но я думаю, этого делать даже не нужно, потому что эффекта ноль. Следующий продукт, который я приобрела от марки Натура Сибирика, опять же, это вот такой скраб для лица с лимонником by Алена Ахмадулина. То есть упаковка очень симпатичная. Тоже попробовала. И, опять-таки, продукт ни о чем. Упаковка красивая, необычная. Вот такая баночка. Здесь у нас 100 мл продукта. Зафольгировано. Вот видно, что я его уже пробовала. Но у него потрясающий аромат. Сам по себе скраб такой, знаете, очень-очень редкое количество здесь скрабирующих частичек попадается. Они как бы в креме в таком. Конечно, это не абрикосовые косточки скраб от чистой линии. Намного нежнее. В принципе, неплохо. Но особых восторгов он тоже у меня не вызвал. Вот у Натуры Сибирики есть скрабы, которые в тубе для лица. Вот те мне нравятся гораздо больше. Но этот, к сожалению, тоже ни о чем. Следующий продукт от этой марки – вот такая маска для лица. Это у нас молочная маска. И она в своем составе содержит лосиное молоко. Оно, в принципе, и стоит на первом месте. Также здесь панты северного оленя. Очень-очень хороший состав. Потрясающий просто состав. Эта маска направлена на питание и тонус кожи. Вот она мне понравилась. Она мне понравилась. Она мне, знаете, напомнила маску от Holy Land. Сейчас я вам ее принесу, потому что забыла название. Вот такую маску от Holy Land мне она напомнила. Это у меня Q10 Energizer. Очень хорошая питательная маска. Осталась уже тут совсем-совсем на донышке. Она очень густая. Так же, как и вот эта маска от Натуры Сибирики. То есть ее практически, чтобы достать, вот видите, нужно вот какой-то прям лопаточкой ее поддеть. У нее приятный такой аромат именно сухого молока. То есть я действительно чувствую, что составом они нас не обманули. Но единственное, что мне не понравилось, то что эту маску нужно смывать. Я не люблю смывать подобного рода маски, потому что когда вот наносишь вот эту от Holy Land Energizer, я ее просто промакиваю на ночь салфеточкой и с ней ложусь спать. И под утро просто кожа же волшебная. Вот эту маску нужно смывать. И, ну, конечно, такого эффекта уже нет, когда ты ее смываешь. Пока вот в этой маске ты ходишь, все прекрасно. Но я попробовала ее тоже промокнуть салфеткой вот на ночь. И она неплохо работает. То есть, наверное, скорее всего, я так ей и буду пользоваться. И еще один продукт тоже от Натуры Сибирики. Девочки, многие, кто меня смотрит, знают, что я показывала вот такие ампулы вот из этой линейки. Это у них кавер платинум, то есть такая икорная линия. Достаточно дорогая для Натуры Сибирики, но достаточно все-таки бюджетная в рамках подобных продуктов из люкс- либо профсегмента. Но что хочу сказать. Вот эта маска мне тоже очень понравилась. Потрясающий состав у нее. Формула не содержит вредных химических компонентов, минеральных масел, парабенов, силиконов и многие-многие другие. ЭТТА и ПЕГИ и прочее. Но здесь очень хороший также состав. Экстракт черной икры. Он тоже стоит достаточно в начале. Коллаген, черной икры, эластин, комплекс платинум. Содержит наноплатину в своем составе. И это действительно так, потому что там есть прямо вот эти частички, их видно. Содержит комплекс пептидов, гиалуроновую кислоту. Потрясающая маска. Упаковано все на высшем уровне. Такая замечательная инструкция. Видите, все под золото. Золото с черным. Упаковка самой маски. Вот такой вот. Это, конечно, пластик, но очень красиво выполнено. Посмотрите. То есть, вполне такой экспортный продукт. Я думаю, что пользоваться, если вы кому-то подарите, человеку будет в одно удовольствие. Также вот здесь у нас заглушка. Пластиковая крышка. И вот так она выглядит. Прозрачное желе. С крупинками наноплатины. Очень хорошая маска. Она вообще направлена на восстановление и питание. Но я хочу сказать, что она очень хорошо подтягивает контур, овал лица. И очень хорошо увлажняет. То есть, замечательный продукт. И, в принципе, за такие небольшие деньги, я думаю, что можно попробовать. Перехожу к своему любимому. Сделала я опять заказ своей любимой чешской косметики. Потому что в этом году не получилось съездить по определенным причинам к нам в Чехию. И поэтому я кое-что себе заказала на своем любимом сайте Бьюти Эликсира. Первое. Кстати, вот впервые вижу у Ботаникус вот такую упаковку зеленую. Обычно у них такие вот коробочки. Как вот картон такой состаренный. Вот первый раз я увидела вот такую упаковку. Это крем для рук с витамином Е с почули. Потрясающая вещь, девчонки. Я уже им пользовалась. Сейчас начинается зима. У меня кожа рук безумно сухая. Те, кто смотрит меня давно, они знают, что один из моих таких любимых кремов на зиму. Это Невея в синей банке. Такая вот огромная. И пользуемся всей семьей практически. И муж тоже, и я. Вот так вот выглядит сам крем. Это такая туба алюминиевая. И вот он вот такого слегка зеленоватого оттенка. Ну практически белый. Крем обалденный. Я вот им сейчас пользуюсь с огромным удовольствием. Его нужно совсем-совсем чуть-чуть. И он очень хорошо кожу вашу увлажняет и питает. То есть разносится. В принципе, он очень легко. И такой, знаете, по консистенции кажется, что он достаточно легкий. Но какой аромат у Ботаникуса. Я просто не могу вам передать. Если вы такая же любительница таких вот натуральных, природных ароматов, вам очень понравится. Ну все, я уже в Чехии. Мне почему-то вот этот запах с Чехией ассоциируется конкретно с кардовыми варами. Потому что я обычно там Ботаникус покупаю. Смотрите, немножко такой жирный блеск у вашей ручки будет. Но потом это все впитается. И в принципе, даже если вы работаете где-то в офисе с бумагами, вам этот крем подойдет. Потому что он достаточно хорошо, быстро впитывается. И нет такой прям маслянистой пленочки. Очень хороший продукт. Советую вам, лазерный, девчонки, присмотритесь. Бодишоп, вот этот конопляный, который многие хвалят, рядом с этим кремом даже не стоял. Следующий крем, и тоже для рук я себе заказала. Это уже вот в такой упаковке. И этот крем у нас с солью мертвого моря. Так, с грязью мертвого моря, прошу прощения. Очень легкий, быстро впитывающийся крем для сухой кожи рук. Можно применять при экземе. Основа крема изготовлена из оливок, масла дерева ши, масла какао и с добавлением сквалена. То есть, ну, составы у Ботаникус, если вы пользовались однажды этой маркой, вы прекрасно знаете, что у них они все натуральные. Вот такой вот кремушек. Здесь у меня 30, по-моему, нет, 25 грамм. И это очень хорошо брать с собой на прогулки. В сумочку класть. Вот такая у него, такой у него сероватый оттенок. Ну, потому что здесь содержится грязь. То есть, все так, как и должно быть. И он уже такой, смотрите, погуще. Тоже приятно очень пахнет. Имеет такой аромат эфирных масел. То есть, если вы любите. И здесь, смотрите, совсем нет вот этой жирной пленочки. Как здесь, такой маслянистый. Он прям моментально впитался. И кожа такая прям пружинистая. Очень хорошее увлажнение дает. Присмотритесь вот к этим двум продуктам. Они действительно очень достойные.